Приветствую вас, я прочитал ваш текст, вот, заранее прошу извинить меня, если в чем-то мой ответ будет совпадать с ответами коллег, вот, потому что ответы коллег я в данном случае не читал, вот, и не смотрел, потому что, в принципе, здесь у вас не так много информации, да, чтобы прям вот анализировать и сорваться на, естественно, круг ответов, круг возможных рекомендаций, он достаточно узок для, именно для вас. Первый вопрос, который будет у меня к вам, как ни парадоксально это звучит, да, то есть вы, вроде как, вопросы задаете сами, но у меня к вам вопрос, почему-то так мало написали информацию, то есть, вроде бы, вы задаете платный вопрос, вроде бы, да, а, вроде бы, вы хотите помириться с молодым человеком, вот, с которым ваш, ну, видимо, что-то связывает, да, то есть, любовь, чувства, вот, какие-то перспективы, общие планы, желания, вот. То есть, важный вопрос, в общем и целом, но почему-то так мало информации вы написали, то есть, вы не написали ни причину ссоры, да, не описали ситуацию, то есть, как это все происходило, не описали характер ваших отношений, не описали, вы, первое ли это у вас ссора, или это было, вот, ну, как бы, уже до, до того, как, ну, вот, до этой ситуации, да, вы уже ссорились, уже вы были друг на друга обещаны, и, то есть, это не первый раз, и, соответственно, вы уже находили выход из этой ситуации, вот, и отсутствие всей этой информации, важной для нас, как для психологов, как для специалистов, ну, наводит на мысли о том, что, либо вы недостаточно сильно хотите наладить ситуацию, то есть, реально, реально наладить ситуацию вы не хотите, потому что, например, за свои деньги, да, вот, за 600 рублей вы могли бы получить час консультации, вот, вы могли бы в течение часа на сайте обсудить всю ситуацию, вообще, досконально, досконально, ну, именно вашу ситуацию, да, я сейчас не говорю про вас, про молодого человека, на исследование этого, конечно, больше времени нужно, вот, вы этого ничего не сделали, мы с этого вы предпочли просто задать вопрос, да, где мне написали буквально 4 строчки, даже 3, и всё, но это, мягко говоря, странно, вот, я так думаю, что решение вы уже приняли, сам, то есть, я думаю, что вы приняли решение, и вы теперь хотите, чтобы мы либо проверили, либо подтвердили его, ну, скорее всего подтвердили, вот, то есть, вот, такая, такая, может быть, ситуация, да, значит, следующее, да, это, вот, чисто, вот, по впечатлению, вот, важный вот текст, теперь по факту, как помирить с молодым человеком, и на самом деле легко помирить, вы просто извиняете перед ним за то, что причинили ему вред, какой-то, то есть, вот, непосредственно за свои действия, которые вы, собственно, совершили, извиняться не нужно, да, вот, непосредственно за то, что вы сделали, извиняться не нужно, потому что тут ещё нужно выяснить, для чего вы это сделали, что, как, вот, вы говорите, что он, наверное, не понимает, из-за чего я так поступил, вы пишите про, проступило, ну, наверное, поступило, вы хотели написать, вот, мы тоже, мы тоже не понимаем, почему вы так поступили, и тоже не понимаем, из-за чего, понимаете, то есть, вот эта недосказанность, да, она у вас везде, видимо, получается, то есть, недосказанность в отношениях, недосказанность во взаимодействии с нами и так далее, и я не удивлён, что вы обижаетесь в таком случае, потому что вы, возможно, вот, возможно, одна из причин ваших хаббитов в том, что вы не говорите людям, ничего выходить от них, вы ждёте, что они сами догадаются, понимаете, вы ждёте, что они сами поймут, что вам нужно, а сами свои чувства вы не выражаете, вот вы говорите, что он не сбросил, а он не должен был спрашивать, если вы что-то сделали, да, то вы, на вас, на вас лежит ответственность объяснить человеку, почему вы так поступили, он спрашивать не должен, понимаете, то есть, если вы совершаете действие, которое человек воспринимает как обидное для себя, то он может спросить, а может не спросить, в зависимости от его характера, но объяснить своё действие вы должны, если вы, конечно, любите человека, если вам не всё равно на его реакцию, если он для вас имеет какое-то значение, вот. То есть, здесь не видится такая проблема, проблема с того, что вы не высказываете своих ожиданий, вы не высказываете того, что вы хотите, вы ждёте, что люди сами догадаются, собственно, что вам нужно. Понятно, что я могу ошибаться, понятно, что, ещё раз, очень мало информации, и говорить о том, говорить о сколько-нибудь достоверной рекомендации здесь не приходится, это понятно, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Поэтому, чтобы помириться с молодым человеком, вам нужно именно, именно, извиниться за тот вред, который вы ему причинили, не за свои действия, не за поступки, вот, за форму и за то, что причинили ему непосредственно, непосредственно вред. И сказать, что вы либо сожалеете о том, что вы причинили вред ему, либо вы сожалеете о своём действии, которое вы вообще совершили, ибо совершать его, наверное, не стоило. Если же вы уверены в своём действии, это нужно также изучить. Уверены вы, не уверены, хотели вы, не хотели, сделали вы по своей воле, не сделали вы по своей воле, то есть тут нужно исследовать. Вот. За свои действия вы, как бы, не изменяете. То есть нужна искренность. Нужна искренность в том, что вы хотите проявить к своему молодому человеку. Искренность нужно. Дальше, если мы обижены друг на друга, ну, как правильно вам написал Ковальчук Александр, вот, ваши обиды, это только ваши обиды. То есть, как бы, вы можете обижаться на своего молодого человека. Это ваше право, никто, как бы, его у вас не отнимет. Вот. То есть, если вы хотите, вы можете. Но приведёт это только лично к дальнейшему отдалению друг от друга. Если вы действительно хотите помириться, то свои обиды вам, как человеку, который обратился за психологической помощью, нужно, свои обиды нужно отпустить. То есть обиды, опять же, это завышенное ожидание. Обида, это опять же, перенос ответственности за свои желания на других людей. Понимаете, какая история. А это значит неумение управлять своей энергией. Это значит неумение управлять своими ресурсами. Это значит неумение их контролировать. Вот. Вот этому и нужно учиться. Вот. А вы пишите, что он, наверное, не понимает, из-за чего я так поступил и не спросил, кому идти навстречу. Ну, опять же, вот здесь, пожалуй, самый такой интересный момент. Потому что, видите ли, если вы действительно полагаетесь на ответ на этот вопрос, да, то есть если мы скажем, что вы знаете, вот идти навстречу нужно вам первой. Да, потому что, ну, типа, вы пришли к нам на ресурс, да, вы обратились на помощь, и, соответственно, вам идти первой на примирение. И вы тогда скажете, о, да, да, хорошо, да, всё, я поняла, я пойду на примирение первой. Вот. Вот если вы сделаете так, если вы поступите так. Ну, у меня, на самом деле, в таком случае для вас не очень хорошая быть новость. В том, что вы человек достаточно такой, получается, внушаемый. Вот. Понимаете? Вот. Вот. И если вы внушаемый человек, то это на самом деле свидетельство вашей неуверенности в себе. Вот. Если вы, вот, ну, так вот себя ведёте, если вы вот таким образом, значит, ну, себя воспринимаете, если вы так себя ведёте. То есть вы, получается, просто не уверены в себе. По сути. Ну и, соответственно, с этим вам и нужно работать. С тем, что вы не уверены в себе. В этом случае, ну, вот, в данном случае вам нужно именно это делать. То есть, повышать, да, повышать свою уверенность в себе. Вот. А на самом деле, на самом деле, эта задача, вот, первостепенная важность. Ну, если вы, если вы, знаете ответ на свой вопрос с вами, так? То есть, если у вас есть своя позиция по данной теме, ну, вот, то для чего же вы тогда спрашиваете? То есть, я предлагаю вам посмотреть на то, что неестественно в ваших отношениях. А неестественно в ваших отношениях, это, конечно же, обида. Вот. Обида – это то, что неестественно в ваших отношениях. Соответственно, если вы сможете свои обиды, например, опустить, да, допустим, то вы, то вы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ все таки вот вам или мужчине вот и все вот так это примерно и работает так вот это примерно и происходит значит то есть пока пока что вы на мой взгляд не свободны вы не свободны в принятии своих решений потому что у вас победы и если мы скажем например что навстречу должны идти вы ну первое вот вы можете пойти навстречу первое но при этом не будет в достаточной степени проработаны ваши обиды вот в достаточной степени не будет ааааа не будут они разобраны будет ли кому-то легче от этого в том числе вам нет не будет 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 ли вам тяжелее этого да будет тяжелее потому что вы не решите свои проблемы и это значит что ситуация в отношениях да повторится да поэтому смотреть здесь нужно вам самой вот проблема это обиды помириться на самом деле очень просто то есть пойти на примирение да это просто именно пойти на примирение это просто вот сложнее выстроить гармоничные отношения с партнерами и вот сложнее выстроить гармоничные отношения с партнером и вот еще вопрос возникает а почему же у вас не получается выстраивать гармоничные отношения с партнером то судя по всему да ну вот судя по тому что вы пишите у вас не получается выстраивать гармоничные отношения с партнером, потому что какие-то обиды, да, и так далее. Вот, на эту тему можно подумать, на эту тему можно, эту тему можно поисследовать, понимаете? Вас можно научить выстраивать гармоничные отношения. С четкой ответственностью в них и так далее. Но, естественно, сделать это можно только в том случае, да, если вы сами захотите работать. То есть, если вы скажете, что да, у нас проблема, потому что в том числе у меня нет четкого понимания, там, где моя ответственность, где ответственность там, допустим, других людей. Ну, это я так, грубо говоря. Вот, понимаете? Ну и, и, соответственно, соответственно, уже можно будет от чего-то оббалкиваться. Понимаете? Вот, вот так. Я думаю, так. Примерно можно вам ответить на ваш вопрос. Честно, честно скажу, вот, что добавить, да. Я не знаю, что еще можно добавить, потому что здесь можно только предполагать, да, например, предположить, что обидами, обидами вы привыкли решать свои проблемы. То есть, вы привыкли через обиды добиваться того, чего вы не смогли бы добиться без обид. Вот. То есть, я полагаю, что такое поведение, оно было чем-то подкреплено у вас. Такое поведение было чем-то обусловлено. Чем-то. Я не знаю, чем-то обусловлено. Может быть, в детстве какие-то были обстоятельства, условия, которые вас к этому подвели. Может быть, что-то, что-то еще. Не знаю. Не знаю. Но, вот, однозначно вопрос, вопрос стоит так. То есть, то есть, откуда это обид? То есть, с его стороны, ладно, с его стороны обиды, это один вопрос. С вашей стороны, откуда обиды? С вашей стороны, почему обиды? Значит. Случайно ли был выбран вами такой мужчина, который обижается на вас так же, как вы, на него? Может быть, вам нужны обиды специально для того, чтобы избегать, скажем, например, близости. Духовные близости, там, эмоциональные близости, интимные близости, допустим. Вот. Я не знаю, ну, вы, вы, я не знаю, вы просто поймите, что обиды, да, обиды. Вот, эээ, почти люб, почти всегда любые обиды. Почти, почти всегда любые обиды. Это, это, средство избежать ответственности, средство избежать близости, простите, не ответственности, а близости. То есть, если человек обижается, да, и он продолжает обижаться снова и снова, да, и при этом ничего не делает, чтобы это изменить. Ну, чтобы ничего не делать, чтобы изменить, изменить вот, эээ, свое поведение. такое, такого типа, то значит это выгодно ему, в чем, в чем-то. Ну так, давайте подумаем, чем это вам может быть выгодно, обидно. Я не говорю, что вы обязательно прямо вот, значит, преследуете цель обижаться, обижаться. Я не хочу так сказать, но факт есть, есть, и поскольку нет другой информации, да, нет истории, о вас никакой, то с этим мы можем это предполагать. Вот. Ну и, как я уже сказал, да, как я уже сказал, очень важно вот тоже ваш подход, очень важен ваш подход к этой истории. То есть, почему вы достаточно серьезную проблему, да, представили вот так. Ну, вот таким образом. На мой взгляд, недостаточно полно, недостаточно подробно. Вот так, вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.